Друзья, угадайте, где мы и куда мы с вами идем. Мы с вами находимся в парке Сокольники. И идем на формулу рукоделия. Наконец-то в этом году я на нее попаду. И для вас поснимаю. На выставку я ходила в основном за впечатлениями, за ощущениями. Ничего я на выставке для себя не прикупила. И такой цели, в общем-то, для себя не ставила. Зато я встретилась с девочками. Об этом будет информация в конце видео. И посмотрела на вышитые работы, некоторые из которых я хочу показать вам. Не ставлю целью для себя в этом видео показать вам дайджест всего того, что было на формуле рукоделия в этом году. Просто некоторые картины от меня. Итак, фирма Риолис. И здесь вы видите новиночки от фирмы Риолис. У нас именно подсолнухи, солнечный день. И чуть левее васильки по мотивам картины Левитана. Очень красиво. Но вот ближе, к сожалению, подойти не смогла. Показываю для вас издалека. Всякие разные маленькие штучки, милые прелести, которые также были любезно для нас предоставлены для просмотра. По-моему, достаточно милые штучки. И может что-нибудь тоже я в будущем для себя из них выберу. На формуле рукоделия проходили мастер-классы. Наташа Гефки проводила мастер-класс, но я на него не попала, к сожалению. Ну, а здесь вы можете видеть некоторые из работ. В частности, дюймовочку и красную шапочку, которые также являются новиночками от фирмы Риолис. Ну, а сейчас вы увидите предстоящий к выходу работы именно картина по мотивам Клода Мане красной лодки Варжан Тей, если я права. И вот такой вот большой вот осьминожек. Ну, разные-разные картины фирмы Риолис с животными. И, в принципе, они достаточно симпатично смотрятся вживую. На самом деле, гораздо лучше, чем на превью наборов. Ну, это и естественно. Так бывает всегда. Мне они очень понравились, миленькие. Ну, правда, для себя, в своем интерьере я эти картины, к сожалению, не вижу. Далее, мне понравилась картина Фламандское лето. Действительно, выглядит шикарно в оформлении. Цветущий миндаль великолепен. Ну, и также вазы с маками, васильками и хризантемами. Все по мотивам картины Ван Гога. Ну, и, конечно же, да, вот эти вот шикарные букеты роз Ренуара, которые есть у меня в запасах. Я на них полюбовалась. И всеми остальными картинами, которые сейчас я вам покажу. А именно мадам Мане за вышивкой, дама с веером, портрет Жанны с Марии. Они, конечно, вживую смотрятся просто восхитительно. Я, конечно, догадывалась, что уж там греха таить, что эти картины вживую восхитительны. Ну, и я, собственно, в этом не ошибалась. Они действительно стоят того, чтобы быть вышитыми и красоваться у нас на стенах в квартире. Ну, вот мадам Мане за вышивкой. Не могла обойти ее стороной. Как вы знаете, такой наборчик у меня также есть в запасах. И сейчас он очень популярен. Дама с веером. Вот смотрела я на нее, смотрела. Для меня это Нина Крустич. Нина, тебе большой привет. Это твой портрет, мне кажется. Портрет Жанны с Марии великолепен. Вот на него я вообще не обращала, если честно, внимания. Но вживую он прекрасен. Очень нежная работа. Правда. Ну, дальше я пошла к стенду МП Студии. Буквально быстренько я его пробежала. Посмотрела на серию с котиками. Всем известную. Действительно, они замечательные. Очень прикольные. Но я думаю, что вышиваются они непросто. Там очень много мелких деталей в вышивке. Я думаю, что да. Но каждому свое. Зато выглядят симпатично на самом деле. Фирма Алиса. Вот, если честно, я прям очень сильно удивилась. Потому что вживую эти картины смотрятся обалденно. Причем все. И вот маки, и пионы. И что у нас там ниже с вами расположено. И тюльпаны. Восхитительно. Они выглядят ирисы. Ну, вот я прям смотрела и наслаждалась этими картинами. Девочки, которые их вышли, прям молодцы девчонки. Не знаю, дойдут ли руки у меня. Но замечательные картины. Это вот тюльпанчики, насколько я понимаю, новые. Тюльпаны, те, которые вы сейчас видите, великолепно нежные. Вообще вся серия. Вот этот цветочный у Алисы завораживает именно своей нежностью. Сирень. Сирень тоже прекрасна. Ну и хотела я, конечно же, посмотреть на картину «Утро на побережье». Ибо ее я все-таки буду вышивать обязательно. Но висела она не очень удачно в углу. Это максимум того, как мне удалось на нее посмотреть. Но даже оттуда я поняла, что картина действительно меня не разочаровала. И вышивать я ее буду. Далее стенд Марии из Кусницы. Этот стенд был прикольно оформлен. Все в тему с кактусами. Этими такими сюжетами а-ля на меловой доске выполненными. И именно у этого стенда я повстречала Лилю в сплошные крестики. Лилечка, большой тебе привет. И, в общем, эта встреча определила все мое дальнейшее пребывание на формуле рукоделия. Потому что дальше я где-то за минут сорок оббежала всю-всю-всю выставку. И пошла на встречу с девочками, блогерами, вышивальщицами. Но об этом чуть попозже. Вот такие прекрасные кактусы уже продаются. Те, кто любит эту серию, пожалуйста, девочки, обратите внимание. Действительно очень круто. Так, ну, здесь также у нас продолжение. Гела Ру и карта, которую вы видели, она на меня произвела неизгладимое впечатление. Огромная она. И она такая красочная. Карта созвездий просто чума. Действительно, я думаю, что в интерьере будет смотреться обалденно. У меня, конечно, вряд ли хватит сил для того, чтобы такую большую картину осилить. Но она того стоит. Она того стоит. Ну, дальше, дальше, насколько я помню, я продвигалась достаточно медленно по выставке. И подошла к стенду фирмы «Сделай своими руками». Посмотрела я вживую. Вот сейчас вы видите домики у них, по-моему, это новиночки. Достаточно мило они выглядят. Мне они понравились. Правда, опять же, я не знаю, куда их оформлять, каким образом. Но те, кому они нравятся, действительно, они очень миленькие. Вот такая вот новиночка «Улочка». Тоже от фирмы «Сделай своими руками». Она достаточно большая. Но, в принципе, по размерам сопоставима с вот той вот книжной работой. Я вам ее тоже покажу чуть-чуть попозже. «Сова». Вообще, достаточно красивая вышивка. Ну, вот на мой вкус все, конечно, портит черная канва «Бестекс», которая вся какая-то абсолютно выглядит она не очень хорошо, скажем так. Вся в каких-то белых мусоренках. Вот на следующей картине «Ночной город» она вообще какая-то вся испачканная. Мне кажется, не камильфо, конечно, такие работы на выставку выставлять. Потому что, ну, как-то, ну, это несерьезно, ребят. Надо как-то все-таки было, может быть, постирать их предварительно, перенатянуть. Не так уж это и сложно. Вот эти книги. То есть по размеру, да, они любят вот такие большие вышивки. Ну, вот как-то так. Следующий стенд, к которому я подошла, «Лука С». И он меня просто очень сильно удивил. Настолько стильно оформленный. Вот эта вот картина «Гортензии и роза» или «Розы и гортензии». Я думаю, что я ее в ближайшем будущем приобрету. Великолепно выглядит вживую, фантастически. Новая серия с птичками и цветами. Такая нежная. Вот правда, мне вообще «Лука С» на формуле рукоделия понравился больше всего. Самый стильно оформленный стенд, по моему мнению. И, конечно, новинки у них потрясающие. Потрясающие. Очень такие нежные, изысканные. Вот уточки, и подушка, и картины, и другие подушечки. «Лука С» великолепно. Правда, очень изысканно, изысканно. Правда. Далее я подошла, даже уже не помню, к какому стенду, но поснимала для вас. Мне очень понравилась эта картина с чудо-такой рыбой. Все, что только было, все в этой рыбе есть. Некоторые вышивки фирмы «Панна», «Дименшенс». Ну и другие производители, всякие разные, также были на этом стенде. Очень любопытно всегда такие стенды рассматривать. Далее фирма «Золотые ручки». Хотела я посмотреть вблизи на «Поцелуй Климта», посмотрела, поняла, что действительно монументально, красиво. Но я вряд ли с таким объемом справлюсь, тем более зашивка бисером стопроцентная. Это тяжеловато. Ну а вообще, конечно, картины от фирмы «Золотые ручки» бисерные, смотрятся шедеврально, они все блестят, переливаются. Камера, конечно, не передает этой красоты, но что делать, что делать. Желаю вам тоже их увидеть вживую. Фирма «Золотое руно». Это просто что-то с чем-то. Я была поражена сикстинской «Мадонной». Сейчас вы ее поближе немножечко увидите. «Мадонна лита». И, в принципе, действительно, картина от фирмы «Золотое руно» выглядят как настоящие музейные шедевры. Не зря у них вот эта коллекция, музейная коллекция, именно так и называется. В общем, фирму «Золотое руно» я буду пробовать. Следующий стенд – это стенд рукодельной забавы. Пробежала я его быстренько. Я посмотрела на бабочек, которые мне по-прежнему нравятся. Но я по-прежнему не знаю, куда я их буду размещать, поэтому пока все никак я их не приобрету. Ну и в целом, действительно, прикольные работы. Такие они графичные, с травушками, муравушками, всякими жучками, паучками. Любопытно. И вот эти вот песики, которые слева представлены, тоже они достаточно забавно смотрятся в оформленном виде. Стенд «Дивной вишни». Был просто там наплыв людей. Я вот так издалека только для вас засняла. Очень много у них анонсов. Я их тоже не пробовала. Но, может быть, в будущем что-нибудь приобрету. Далее. Лавочка «Фундучка» СТ. Великолепные, великолепные работы. И картины, да, музицирование, кошки-мышки, визит жениха, неравный брак. Вы сейчас их увидите. Дальше я их вам покажу. И особенное, особенное впечатление на меня почему-то произвела картина «Повония». Надеюсь, я правильно ее называю. С вот этой великолепной девушкой. Ой, ну прям вот как маслом написанная картина. И я понимаю, на что цена, конечно, этих работ, она оправдана. Действительно, произведение искусства. Представляю, могу только догадываться, насколько сложно вышиваются эти работы. Вот дальше последняя картина, которую я вам покажу. Картина «Идиллия». Она вверху, она висит. Она тоже великолепная. Ой, да, ну боюсь, что, опять же, мне будет это не осилить. Но вот так вот прийти на выставку и полюбоваться – это действительно наслаждение. И вот именно за этим впечатлением наслаждения от созерцания я на выставку и ходила. И следующая фирма – фирма «Панна». Действительно, очень много у них, и большой стенд, и очень много было работ представлено. Можете вот посмотреть, вот эта новиночка с олененком или с лосем. Веночек – это все новиночки от фирмы «Панна». И, в общем-то, мои впечатления, вот они такие, что я рада была увидеть вот эти брошки вживую. И думаю, что если у меня руки дойдут, то я обязательно попробую хотя бы одну брошечку, но вышить от фирмы «Панна». А в остальном выставка «Формула рукоделия» – это нечто среднее между выставкой и большой ярмаркой, именно продажей. Людей очень много, все туда-сюда ходят, шум, гам, достаточно быстро устаешь. Наверное, это еще дело все в том, что очень много впечатлений. У меня действительно в этот день было очень много впечатлений, ибо, повторюсь, что я познакомилась вживую с девочками-блогерами, с которыми, в принципе, вообще не думала, что я когда-то вживую познакомлюсь. Но, правда, вот «Формула рукоделия», она тема, наверное, уникальна, что на нее собираются, слетаются, приезжают девочки абсолютно из разных уголков нашей страны, да и не только нашей страны, вообще со всего мира, со всего земного шара, любительницы рукоделия, вышивки и вообще всех разных видов рукоделия встречаются и подходят, здороваются, улыбаются. И это замечательно, потому что, ну, должно быть, на самом деле, больше таких мероприятий, больше мероприятий именно такого характера, где люди могут познакомиться, пообщаться вживую, потому что интернет – это интернет. Но как мы пришли к такому выводу с девочками, что, конечно, интернет – это одно, а личное общение – это совсем другое. И такая развизуализация, я бы даже так это назвала, очень полезна, в том числе психологически, потому что вы себе даже не представляете, насколько много у меня было положительных эмоций в этот день, и насколько сильно я зарядилась этой энергией творчества и рукоделия, потому что, когда я приехала домой, я весь вечер рассказывала мужу о своих впечатлениях, о выставке, и весь следующий день я провела непосредственно в вышивке, ибо в будние дни у меня нет возможности сейчас практически вообще рукодельничать, выходные, как вы сами знаете, куча дел. Ну вот, действительно, я, можно сказать, все выходные провела в творчестве, и это настолько замечательное ощущение и эмоциональный именно подъем, что спасибо формуле рукоделия за это, спасибо за встречи, спасибо за то, что я увидела очень много всего вживую и пощупала, и посмотрела, и это и есть главный бонус и главное хорошее, в общем-то, воспоминание. Ну, а теперь немножечко о девочках. В общем, я познакомилась живую с Надеждой Григорьевой, Дашей Барановской, Фокси Ренкой Ирочкой, Наташей Гевки, Лилией Сплошные Крестики, девочкой Милой Ниерика Лайфстайл. На всех девочек я оставлю обязательно внизу под видео ссылочки, на канал, на, в общем-то, группу ВКонтакте Надежды Григорьевой, вот, и вы себе не представляете какое-то удовольствие действительно вживую познакомиться и понять, что мы действительно друг за другом наблюдаем, я даже не знала, но, оказывается, девочки меня знали, даже как меня зовут, это было для меня настоящим шоком и радостью. Спасибо, девочки, я надеюсь, что мы с вами будем чаще встречаться и что такая наша встреча на формуле рукоделия послужит началом нашей долгой дружбы, и в том числе рукодельной дружбы и дружбы вживую, а не только в интернете. Ну, а на этом я с вами буду прощаться, я надеюсь, что мое видео не сильно вас нагрузило, я старалась по минимуму вам рассказать информацию о формуле рукоделия, потому что, насколько я вижу в интернете, девочки многие прям целые подробные видеоотчеты о посещении выставки для своих зрителей составляют. Я поняла, насколько это тяжело, насколько это непросто, и поэтому я преклоняюсь перед всеми девочками-блогерами, которые делают детальные отчеты о выставках, в том числе о выставке «Формула рукоделия». Вы большие молодцы, я вами горжусь. Ну, а мое видео на этом будет заканчиваться. Всех целую, до новых встреч и пока-пока. С вами была Мария.